всем привет дорогие друзья с вами арам сегодня я бы хотел с вами поговорить про частотные конфликты сегодня я вам покажу несколько методов которые вам помогут быстро решать проблемы с частотными конфликтами ну что же давайте начнем по порядку самый первый метод это использование панорамирования для того чтобы избавиться от частотных конфликтов нужно смещать инструмент с центра как это происходит например у нас есть вокал и гитара и есть частотный конфликт гитара мешает вокалу делаем таким способом убирая из центра мы избавляемся от частотного конфликта но к сожалению это мы не можем применять на бочке или бас потому что мы знаем что панорамировать бас и бочку нельзя конечно можно в каких-то джазовых направлениях но мы сейчас говорим именно о трендовых направлениях а в трендовых направлениях панорамирование бас и бочки недопустимо так что же делать можно использовать плагин от компании а зато под названием нейтрон 3 у нейтрона есть специальный блок который называется маскинг давайте расскажу как это работает вы открываете на вокале нейтрон 3 а также открываете на гитаре нейтрон 3 заходим нейтрон 3 на гитаре и здесь у вас по умолчанию будет но выбираем просто сигнал от гитары получается так что у нас происходит привязка между двумя нейтронами дальше здесь есть параметр sensivity чувствительность с помощью этой ручки мы можем уже посмотреть давайте сейчас нажимаем play увеличиваем чувствительность это точки с которыми у нас происходит к конте и пауза геразные Солируем. Получается, что мы связываем два плагина, и на одном плагине с помощью связки мы видим уже анализатор, который показывает нам, в каких частотах происходит именно это накопление. И таким образом мы можем сцелировать и продавить ту частотную зону, которая нам нужна. Аналогично то же самое происходит, когда у вас существуют два эквалайзера FabFilter ProQ. У ProQ есть специальный блок. Нажимая Pre-Post, у вас вылезает специальный блок привязки анализаторов ProQ. И, соответственно, вы можете выбрать любую дорожку и взаимосвязывать между собой все эти анализаторы. Например, у нас есть вокальная группа. Я выбираю вокальную группу, и, соответственно, на эквалайзере гитары у нас будет отображаться анализатор еще в вокальной группе. По самым лучшим решением частотных конфликтов, конечно же, это плагин TrackSpacer. С помощью TrackSpacer вы можете подружить инструменты между собой. Ну, во-первых, опять же, посмотрим. У нас есть гитара и вокал. Вокал – это главный инструмент, гитара – это второстепенно. Гитара мешает вокалу. Что мы делаем? На дорожке гитары открываем TrackSpacer. С вокала отправляем туда Сайдчейн-сигнал. Ну, например, шина 14. Здесь выбираем ключ. Шина 14. Нажимаем Play и настраиваем TrackSpacer. Заходим в настроечки. Делаем более быструю атаку. Чуть-чуть быстрее релиз. С помощью ручки Amore подавляем. Если вы внимательно посмотрите на анализатор, то вы увидите, что в основном частотные конфликты в данном случае у нас происходят в средних и низкосредних частотах. У TrackSpacer есть фильтр. Вы можете продавить не весь спектр, а какую-то часть из него. Небес. Аналогично то же самое происходит, когда у нас есть частотный конфликт бочки и баса. То, что встречается чаще всего. Что мы делаем? У нас бочка главный инструмент, а баса это второстепенный. На басу открываем TrackSpacer, указываем sidechain ключ. Делаем быструю атаку, быстрый релиз, для того, чтобы прибор реагировал чуть быстрее. И выделяем ту зону, где происходит конфликт. Основно вы должны понимать, что частотные конфликты у нас бас бочки всегда будут происходить в низких частотах. Потому что амплитуда синусоидального сигнала очень медленная. И совпадение синусоидальных волн в низких частотах очень большое именно по амплитуде. Чем, например, в более высоких частотах то, что превращается в пружину. Это можно посмотреть с помощью тон-генератора. Если вы откроете анализатор и будете потихоньку подниматься по частотам от 20 Гц до 20 КГц, то увидите, чем выше вы поднимаетесь, тем сигнал превращается в более зажатую пружину. Соответственно, нету задачи поджимать весь частотный спектр и убивать бочку. Нужно просто продавить ту зону, где и происходит частотный конфликт. И все. Почему я рекомендую использовать Track Spacer и похожие приборы? Ответ очень простой. Потому что частотные конфликты происходят тогда, когда одновременно играют два или больше инструментов. Если у вас инструмент звучит соло хорошо, но, естественно, нету частотных конфликтов. Поэтому просто эквализировать и удалять частоту, которая может быть и фундаментальной, я считаю, что это неправильно. Лучше его удалять тогда, когда одновременно звучат два инструмента. Поэтому лучше всего выбрать именно для решения таких ситуаций Track Spacer. Если у вас нету Track Spacer, вы можете запросто его заменить компрессором от Waves под названием CS6, у которого тоже есть sidechain-ключ. Для того, чтобы его включить, вы просто включаете External Mode и происходит продавление. Конечно, по характеру работы и по параметрам чуть-чуть они отличаются, но похожего результата можно добиться и с помощью мультибенд-компрессора. Альтернативный вариант мультибенд-компрессии можно использовать, например, FabFilter Pro MB. На басовой дорожке открываем Pro MB. Опять же, с бочки отправляем sidechain-сигнал на шину 10. На Pro MB выбираем 10-й сигнал. Выбираем зону, где происходит у нас частотный конфликт. Ну, предположим, вот тут. Нажимаем Expert. И здесь sidechain указываем экстернально, чтобы он получал от бочки. Видите, бочка не играет, не происходит обработки. Есть бочка, происходит продавление. Существует еще один метод для удаления частотных конфликтов. Это sidechain динамической эквализации. Как его сделать? Например, у нас опять есть бочка Bass Conflict. Что мы делаем? На басу открываем FabFilter Pro Cue. От бочки отправляем sidechain-сигнал. Например, шина 10. И здесь выбираем шина 10. Выбираем частоту, где у нас происходит частотный конфликт. Например, мы знаем, что примерно 60 Гц у нас происходит частотный конфликт. Делаем правый клик, Make Dynamic, включаем динамический мод. Дальше. Нажимаем на эту кнопку. И здесь есть вот такая кнопочка экстернальный sidechain. Нажимаем на него. И получается, что наш эквалайзер получает экстернальный sidechain-ключ-сигнал от бочки. И просто трешхолдом продавляем. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, каким способом можно решать частотные конфликты. Наша рубрика «Главный вопрос» продолжается. И под описанием этого видео пишите ваши главные вопросы. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за всеми нашими обновлениями в наших соцсетях и до новых 7 видеоуроков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok